Добрый день. Я сегодня хочу вам рассказать об одной очень коварной болезни. Она стара как мир. Она очень заразна и смертельно опасна. Не щадит ни детей, ни стариков, ни мужчин, ни женщин. Своего первого одноклассника я потерял в 27 лет. Моего отца эта болезнь унесла в 78. Моего дедушку в 75. Два дня назад я похоронил своего однокурсника. Ему было всего 53. Печально то, что он был врачом-кардиологом. Вдвойне обидно, потому что эта болезнь завершается в финальный аккорд. Это острая сердечная недостаточность. Либо инфаркт, инсульт. Врач-кардиолог не смог себе помочь, потому что у него просто не было на это время. Предвестники неблагоприятного окончания, но они есть, они известны. Это так называемый синдром хронической усталости. Он отражает ситуацию, когда густая кровь находится в вашем организме постоянно. И для того, чтобы перекачивать эту густую кровь, сердце должно иметь запасную мощность, а сосуды запасную прочность. Если у вас эти запасы есть, ну вы можете синдром хронической усталости проходить долго. Если запасов нет, все может очень быстро закончиться. Один из признаков это темные круги под глазами. Они тоже отражают высокую вязкость крови. Многие знают такой диагноз, как вегетососудистая дистония. Ну если это по гипотоническому типу, то сердце слабое и человек очень серьезно рискует острой сердечной недостаточностью в любой момент. Если это вегетососудистая дистония по гипертоническому типу, ну нужны хорошие сосуды. Потому что там уже мощное сердце прокачивает густую кровь по сосудам. И сосуды должны иметь запас прочности. Если они это имеют, все прекрасно. Вы идете по стадиям гипертонической болезни. Потому что ВСД это первая стадия гипертонической болезни. Вы добросовестно переходите во вторую, третью. Если сосудов не хватает мощности, возникает инфаркт, либо инсульт. Один из признаков, такой вот отдаленных признаков, которые говорят о том, что проблема может быть, это варикозное расширение вен. Это тоже отражение густой крови. Есть такой малый признак, это утренняя лень или печеночная лень. Когда вы утром проснулись, а за ночной сон вы не восстановились. Это тоже проблема. Это тоже может привести к неблогоприятному исходу. Неблогоприятно, если вы кушаете редко. Инфаркты 100 лет назад называли ресторанной болезнью. Потому что, когда человек переел, пища увеличивается в объеме в 3-4 раза и попадает в кровь. Увеличивается объем и васкость крови. Здесь сердце должно иметь запасную мощность, а сосуды все ту же прочность. Имеют, вы можете повторять это неоднократно. Не имеют, возникает проблема. Ни в коем случае не советую лечиться физическими нагрузками. Тренажерный зал, фитнес, аэробика, бодибилдинг. В этой ситуации заказаны. Потому что любая физическая нагрузка вызывает гипоксию в тканях, потому что мышца съела кислород. И вынуждает сердце работать более интенсивно. Густая кровь, и вы опять-таки рискуете. Ни в коем случае не стоит идти в баню русскую, в финскую сауну, в турецкий хамам. Не помогут вам эти процедуры оздоровиться. По одной простой причине. Там вы еще перегреваетесь. Вода еще больше уходит через кожу, через легкие. Из вашего организма кровь становится еще более устой. И вместо помощи вы очень серьезно рискуете. Вот эти оздоровительные процедуры, они могут поставить финальную точку. Поэтому так поступать тоже не стоит. Ну, один из механизмов помощи, вы видите, перед собой. Вот такая вот поза позволяет легко и просто, ну скажем так, восстановиться. И не важно, привел к усталости эмоциональный стресс, физический стресс, химический стресс, электромагнитный стресс. Вы переели, переспали. Вам нужен отдых. Более длительный, потому что ваша интенсивность работы более продолжительна по сравнению с отдыхом. И вот здесь вот вы, наверное, уже догадались. Название этой болезни трудоголизм. Причем беспечный трудоголизм. Когда вы сегодня работаете и считаете, что здоровья хватит, как в Библии написано, на 700-800 лет, я вас уверяю. Оно очень часто заканчивается, значительно раньше. Вы знаете, когда мы хоронили моего товарища на кладбище, рядом с ним положили двух 30-летних ребят. Я думаю, что у них проблема общая. Люди интенсивно работают. Люди забывают об отдыхе. А частота инфарктов и инсультов, это статистика, в диапазоне от 20 до 50 лет вырастает 100 раз. Потому что человек считает, что он здоров, он может себя грузить, нагружать. Он пытается зарабатывать деньги и теряет свое здоровье. Именно поэтому, если вам дорого ваше здоровье, ваша жизнь и ваше окружение, вы не хотите их безвременно покинуть, вы видите контакты, школа здравого смысла, доктора Скачко работает. Ну, кроме этой позы, мне есть чем вам помочь, как быстрее восстанавливать ваш организм после физического и эмоционального стресса, как перевести его в тот оптимальный образ жизни, я не говорю, самый здоровый, но оптимальный для вашего организма. Чтобы вот этот синдром внезапной смерти, чтобы острая сердечная или сосудистая недостаточность, если вас настигли, то в возрасте значительно позже 80 лет, а не так рано, как это, к сожалению, увы, встречается сплошь и рядом. Поэтому, если вам эта информация интересна, если вам дорого ваше здоровье и самое главное жизнь, обращайтесь.